Здравствуйте! Я Ольга Тоцкая. В эфире программа о законах, регламентирующих нашу жизнь. В ближайшие 15 минут расскажем о работе депутатов областной думы, новых законах и законодательных инициативах, которые обсуждались на этой неделе в стране и в нашем регионе. На этой неделе в Государственной думе обсудили цифровизацию государственных услуг. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал депутатам, что правительство движется к тому, чтобы переходить на новый формат оказания услуг, полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти либо в МФЦ. И в этом направлении уже многое сделано. Количество пользователей сервисов портала Госуслуги быстро растет. Всего за год оно увеличилось в два раза и составляет 56 миллионов человек. Обрабатывается свыше 7 тысяч запросов в секунду. Через портал прошло почти 85 миллионов платежей по оплате. Это очень серьезный результат, заявил премьер и отметил, что сайт Госуслуги – это еще и мощное средство обратной связи, которое применяется для реализации огромного количества проектов. Например, так было по выплатам медикам. Портал стал инструментом реализации всех сервисов для людей, а президент страны в своем послании поставил задачу до конца 2023 года обеспечить онлайн-формат для абсолютного большинства услуг. Чтобы в итоге люди не ощущали присутствие государства, но государство присутствовало в их жизни комфортно и безопасно в рамках оказания сервисных услуг. Со следующего года дополнительный отпуск, лечение и затраты на дорогу в медицинское учреждение работнику, пострадавшему на производстве, фонд социального страхования будет оплачивать напрямую без отвлечения средств работодателя. Проект постановления, разработанный Минтрудом, размещен для общественного обсуждения. Сейчас доп. отпуск, лечение и проезд работнику оплачивает работодатель, расходы которому возмещаются за счет уменьшения взносов на соцстрахование. А в новом документе утвержден порядок расчета и назначения прямой выплаты. Отмечается, что работодатель не позднее, чем за две недели до отпуска, предоставленного работнику, должен подать в территориальное отделение ФСС приказ и справку о ее размере. Решение ведомство примет в течение пяти рабочих дней, после чего не позднее, чем через два рабочих дня переведет деньги на счет работника. Из пояснительной записки следует, что реализация предлагаемых решений не потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Также в этом году Минтрудом запущен эксперимент по профилактике профессиональных заболеваний на производстве. Работники с предпосылками к их возникновению проходят профилактическое лечение в центрах реабилитации ФСС. После лечения за ними будут наблюдать врачи, а результаты мониторинга их здоровья покажут, насколько целесообразно будет распространить проект на других работодателей. Минтруд начал выплачивать повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет. Семьи, в которых воспитывается в общей сложности более 60 тысяч детей, уже получили увеличенные выплаты, а 80% из них – максимальное пособие в сумме регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в субъекте. Он зависит от дохода родителей. Если 50% окажется мало для того, чтобы среднедушевой доход семьи достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут при необходимости до максимального уровня. Планируется, что адресный подход к назначению пособия поможет большему числу семей преодолеть черту бедности. Так, в прошлом году пособие получали семьи, в которых воспитываются почти 5 миллионов детей, и оно назначалось в минимальном размере. Но и тогда, благодаря ему, доход каждой четвертой семьи превысил прожиточный минимум. Несмотря на то, что в новом размере и по новым правилам пособие выплачивается с 1 апреля, рассчитывается и до начисляется оно за период с 1 января 2021 года, если к этому времени ребенку уже исполнилось 3 года, но еще не было 8 лет. Всего в апреле заявления на перерасчет выплаты подали почти 2 миллиона семей. Как пояснили в Минтруде, сейчас их рассматривают органы соцзащиты регионов, которые изучают материальное положение потенциальных получателей. При необходимости запрашивают сведения из других ведомств. Заявления на пособие можно подать удаленно на портале госуслуги, а также обратившись лично в органы соцзащиты или МФЦ. Больше никаких документов не требуется. Напомним также, что выплата на детей от 3 до 7 лет не учитывается в расчете доходов семьи при назначении других мер поддержки. На окраине деревни Плеса Боровического района, на возвышенности, откуда открывается живописный вид на Мсту, раскинулись угодья семьи Никулиных. Алексей и Елена переехали в Новгородскую область с Дальнего Востока города Уссурийск. Алексей всю жизнь провел в деревне. С детства помогал родителям вести хозяйство и уговорил жену на новом месте открыть ферму. Сначала разводили кроликов, а потом перешли на барашков. Это девочка. Имя уже есть? О, всех не назовешь. Мы же проще вот у нас. Мамы у малышей разные, а вот папа один – статный баран Боря. Отец многодетный. Овцы романовской породы крайне редко рожают по одному ягненку. Тем более, когда живут в идеальных условиях. А на ферме Никулиных для животных создан максимальный комфорт. Главное выбрать по местности, там, где живет скотина, чтобы была производительность, продуктивность, плюс подходила к климату. Это очень большой фактор, потому что, как говорится, местная, вот именно конкретно романовская порода, она в данной области, она живет и очень хорошо себя чувствует. Мороз устойчивая, многоплодность, то есть у них бывает от одного до шести барашков. Ну, естественно, они рождаются маленькие, их нужно выхаживать. А так очень спокойные, нерогатые, камолые, не бодаются. Конечно, есть и трудности. Ягнятся романовские овцы по ночам, поэтому Алексею и Елене приходится часто вставать ни свет ни заря, чтобы принять роды. Есть проблемы и с выкармливанием малышей. Порода не молочная, а мясная, и у мам овец часто не хватает молока. Поэтому и роль родителей на себя берут фермеры, отпаивают ягнят из бутылочки. Но все это уже привычное, и справляются супруги легко. А ведь стартовали всего с трех голов, пока осенью 2019-го не получили грант по программе «Начинающий фермер». Миллион двести тысяч потратили на 28 ярок и барашка, купили трактор и построили еще одну овчарню. Своими силами, не имея никаких средств, тяжеловато, конечно. Даже имея технику и не имея никаких средств, тяжковато. Во-первых, животных, это нужно с одного, один, два, две головы, как бы и развить такое большое хозяйство, как бы очень тяжело. Поэтому, естественно, грант в помощь, и мы купили животных, и купили технику, то есть все эти поля, которые здесь есть, это мы обработали, то есть косили уже сено. То есть мы кормим собственным сеном собственное заготовление, то есть мы не покупаем. По бизнес-плану Никулины должны к 2024-му выйти на 300 голов. Сейчас овечек и барашков уже 70, а прошло-то всего полтора года. Темпы очень хорошие. Но, как выяснилось, не у всех аграриев Боровического района дела идут так гладко. В марте фермеры из сразу нескольких поселений попросили председателя Новгородской областной думы Елену Писареву организовать для них встречу с региональным отраслевым министром, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. На заседании Совета депутатов они поставили мне этот вопрос и сказали, что очень хотим встретиться. И именно проговорить вопросы развития этой сельской территории. Я знаю, насколько много сейчас выделяется различных грантов, субсидий, различные программы действуют. Но, вы знаете, я не специалист в сельском хозяйстве, а специалистом является Елена Витальевна. Встречу провели в Сушиловском сельском поселении, где в советское время ударно трудился колхоз «Родина». Ежегодно его работники засеивали более полутора тысяч гектаров земли. 350 из них отводилось под озимые и еще примерно столько же под лен. Но это в прошлом. Крупных сельхозпредприятий в поселении больше нет. Лишь небольшие крестьянские и личные подсобные хозяйства. И всего одно общество с ограниченной ответственностью, сохранившее название славного колхоза «Родина». Но почти все они находятся в упадке. Себестоимость молока намного больше, чем мы ее продаем. Вот и все. У нас уже по первому кварталу пошли убытки. Если ситуация не будет выровнена с помощью, допустим, областного правительства, то к осени мы уйдем на ликвидацию. С молоком у меня, вот я насчет этого беру время от времени, по Анатолия Сергеевича, телят покупаю. Телятам даю молоко выпивать, чтобы росли в мясо. Потом мясо выросло, опять же с мясом беда. Проблемы у всех, кто пришел на встречу с министром, одинаковые. Нет сельхозтехники, отсутствует выгодный сбыт. Люди уже привыкли закупаться в сетевых магазинах. Это проще и дешевле. И даже натуральность и безусловная польза свежего фермерского молока и мяса больше не привлекают местных покупателей. А меж тем от развития сельского хозяйства зависит благополучие в целом. Из деревень жители переезжают в другие районы и города, туда, где есть рабочие места. А здесь, по словам главы Сушиловского поселения, и зарабатывать негде. Вот мы дожили до того, чтобы в этот год у нас в садик не пошел ни один ребенок. И мы бьем тревогу во все колокола, что давайте что-то предпринимем, что-то сделаем, попытаемся сделать, чтобы у нас зашевелилась жизнь. Жалко земель, они еще заросли не все. У нас есть рядом травковское поселение, у них та же ситуация. Да в каждом поселении такая ситуация, но мы как-то ограничим, у нас все рядом. Что-либо давайте попытаемся сделать. Помогите нам. Министр сельского хозяйства Елена Покровская поспешила рассказать аграриям о программах поддержки, по которым можно получить средства на покупку тех же тракторов, скота, возведения хозпостроек. Это проект «Агростартап», в рамках которого участникам выдаются гранты. И различные субсидии, по которым фермерам предоставляют по несколько миллионов рублей на развитие. Есть и еще один вариант – соцконтракт. Как раз им воспользовалась начинающий садовод Олеся. Хотим осенью высаживать ягоду и ягодные кустарники. Проблем в принципе у нас пока нет. Трактор мы приобретаем по соцконтракту, нам государство помогло в этом вопросе. Но желание огромное есть. Работать на земле. Позитивным опытом работы в Боровичском районе поделились и тверские инвесторы. Они уже который год обрабатывают поля в соседних поселениях и готовы расширяться. И более того, сотрудничать с другими сельхозпроизводителями. От фермеров – продукция, от инвесторов – сбыт. По Сушиловскому поселению нас больше интересуют как раз именно земли. Земли, которые мы готовы обрабатывать, пахать, сеять. Начать с того, что сенокосы. Потом, конечно, в дальнейшем, на следующий год, буквально уже мы готовы пахать, сеять траву. Я вот послушал коллег. У нас как раз проблема не со сбытом, а проблема с продукцией. Потому что сбыть хорошую, качественную продукцию вообще не проблема. Хоть мясо, хоть молоко. Мы как раз открываем цеха. Это и молочная по переработке молочной продукции, и по переработке мясной. И настоящая фермерская продукция очень хорошо расходится. У нас ее катастрофически не хватает. В этом году тверские инвесторы собираются открыть в Боровическом районе сельхозкооператив. Они убеждены, что, объединившись с коллегами, смогут достичь больших успехов. Это подтвердила и министр Елена Покровская. Создание кооператива открывает новые возможности для развития. Фермерский союз сможет претендовать на многомиллионную государственную поддержку. Кооператив может через год после его создания подавать на укрепление материально-технической базы. И там, в частности, можно на строительство убойного цеха. Что очень важно для того, чтобы продукция соответствовала всем ветеринарным нормам. И возможности продажи ее будут другие, если будет свой убойный цех. Поэтому в рамках кооператива можно и убойный цех создавать, и можно покупать и технику на кооператив. И там возможности финансовые совершенно другие, потому что кооператив может до 70 миллионов претендовать на грант. Но боровические аграрии заявили, что не готовы сразу довериться гостям из соседнего региона. Сначала хотят посмотреть, удастся ли им в короткие сроки восстановить заросшие поля бывшего колхоза. А потом можно будет вернуться и к созданию кооператива. А областной министр сельского хозяйства со своей стороны пообещала дать поручение региональному центру консалтинга и инноваций в агропромышленном комплексе, чтобы его сотрудники разработали четкий план развития отрасли в районе. Начнут с оформления земель сельхозназначения. Будет собрана информация, какие поля и кому принадлежат, какие из них могут быть интересны инвесторам или предоставлены по программе «Новгородский гектар». А председатель Новгородской областной думы пообещала держать связь с боровическими фермерами и информировать их о результатах проделанной работы. Мы будем встречаться неоднократно, однозначно. Мы будем смотреть, как этот план сейчас создается, конечно, обсуждая все с людьми, потому что сейчас создана уже инициативная группа здесь. И эта инициативная группа будет все вот отсматривать. Затем, сейчас мы видим, что сюда пришел некий инвестор. Вот, и, соответственно, уже сейчас ребята говорят по поводу той работы, которая может быть предоставлена здесь, в Сушиловском поселении. Мы договорились встретиться в октябре, когда вся вот эта вот работа уже будет уже практически закончена, и когда будет уже уборка, и осенние полевые работы будут закончены. Мы будем встречаться здесь в октябре, посмотрим, что у нас здесь выйдет. Если это будет очень хороший такой вот опыт, замечательный, мы его будем переносить, конечно, и на другие территории. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет, и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Будьте здоровы, берегите себя, и помните, что главное в законе не его слова, а его смысл. Редактор субтитров А.Семкин